Девушки отдыхают 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 Ты знала, что они здесь? Алло. Притормози ты. Что? Ладно. Да, да, сиди там. Да, я приеду. Дай угадаю. За тобой будет гнаться очередной разгневанный муж. Полагаю, позвонила женщина. Слушай, мне нужно уйти. Доминик! Да, блядь. Ты домой сейчас? Что? В раковине такая высокая стопка посуды, что на нее карабкается Брайан Блессетс. Да, для этого есть расписание. Вчера была очередь Шейна. Не надо меня втягивать в это, спасибо. Три дня назад была твоя очередь. Из-за тебя Билли ничего не сделал на следующий день. А Шейн не вымыл посуду вчера. А вы когда ее будете мыть? Когда вы все передохнете. А так как микробы из раковины сейчас могут убить стадо слонов, ждать осталось недолго. Разберись! Помнишь, что говорят? По руки, что моют посуду. Твоему лицу не помешал бы бальзам. Судя по тому, что я слышу каждый вечер, это у тебя мозоли. У них даже есть служанка. Хорошая бразильянка. Да, мне следует ревновать. Такие люди, они могут получить что угодно и когда угодно, несмотря ни на что. Представляю, вот сделай одолжение перед работой. Не бойся, это ее. Она вложила их в шлюшечные сапоги. В буквальном смысле вложила. Зачем? Потому что они доверяют банкам. Скажи, почему? Они убили Диану. Вот. Ладно, я ее вразумела. Положи их на наш счет, а она завтра откроет свой. Как ты выяснил, что она бразильянка? Ва-банк. Он блефует. Да. Однозначно. Да. Не тебе решать. Играем мы с малышом Билли. Блефует. Не блефует. Блефует, не блефует. У него ни хера нет. Блядь, Билли, ты что, мозга лишился? Кретит. Сказал же, что он блефует. Привет. Майн фюрер сказала, что ты должен ее вымыть. Я? Шшш. Не разбуди ее, она взбесится. Да, она сказала, что очередь твоя. Да? Да. Просто передаю факты. Ты вернулся? Надеюсь, она того стоила. Я чуть не надрывала спину, пока несла сумки домой. Глория, можно с тобой поговорить? Я тут немного занята. Ладно, что ж. У нас гость. Она всего на пару дней. Гость? Если ты привел с собой новую. Глория, меня удочерили. Родилась на дочь раньше Доминика. Когда появился он, его оставили, а меня отдали. Идем, мам. Можешь занять мою комнату. Это твоя мать? Родная мать. Что ты делаешь? Отсюда моет. Это работа Руби, не лезь. Она сказала, что ты меня об этом попросила. Она соврала. Да? Как ты вообще одеваешься по утрам? Мне мыть или нет? Какого хера? Глория, я понимаю, что это не лучший вариант. Но других не было. Ее муж скончался на той неделе. Как я понял, пасынки ее не особо любят. Кто-то сменил замки во время похорон. Представляешь? Если бы я знала, кого ты приведешь, я поступила бы так же. Ладно. Привет, мам. Садись. Я собираюсь заварить кофе. Не глупи, милый. Я сама. И хотя бы так отвечу на твою доброту. На самом деле, тебе нужно благодарить Глорию. Я отодумала. Что, Фрэнк? Тебе нужна лепция о гендерных ролях в западном обществе? Традиции предписывают, что пока мужчина на работе, женщина готовит ему ужин. Я не твоя женщина. И работаешь ты в бургерной. Я не стану есть это дерьмо. Ты бы видела, как мы их готовим. Закрой дверь, кретин. Холодно. Я кое-что натворил. Что? Деньги. Я их потратил. Потратил? Три с половиной штуки? Я купил. Кое-что. Я, Марти, ты меня пугаешь. Что ты купил? Привет. Ее сюда переправили, как и многих других. Какая-то шайка обещала им новую жизнь, земле возможностей. Но когда они сюда приехали, они не получили обещанную работу и домов. Сюда заявились иммигранты, но Монсовет не обеспечил их обставленными хатами. Охуеть. Теряют хватку. В итоге ее перевозили. Богачи ее покупали и продавали. Она работала за бесплатно. Она домашняя рабыня. И ты подумал, нам какая пригодится. Нельзя купить человека, Марти. Ты в курсе, как это иронично звучит? Я не поэтому так поступил. Тогда почему? Потому что у меня был шанс кого-то спасти. Разве здесь? Он часто представляется. Это не твои деньги. Я не думала о том, чьи деньги. Это была импульсивная покупка. Она тебе неебучий, Твикс. Тебе придется ее вернуть. Завтра утром. Забери деньги. Да, ты же сохранил чек. Почти все собрала. Где мусорка, пожалуйста? Говорят, парни тебя развели. Не знаю, зачем я с ними играю. Я не тупой, конечно, просто не умею читать людей. Меня вечно топчут. Это так досадно. Тебе просто нужно поднять самооценку. Видишь? Я даже не знаю, что это значит. Возьми. Последние два трека. Это самогипноз. Гипноз? Нужно притворяться, будто ты курицей или типа того. Это подсознательное обучение. Помогает увереннее общаться с людьми, понимать их, читать язык тела и все прочее. Вы уже знаете все необходимое, чтобы контролировать свои отношения с окружающими. У вас есть инструменты. Сигналы поступают. Осталось лишь научиться их читать. Значит, ты парикмахер? Как вычислила? Пусть она и тебе прическу сделает. Нет, не стоит. Но весьма непривычно видеть все эти вещи. Напоминает дом бабушки. Помнишь, Доминик? Да. Я прежде об этом не думал. Твоя мать... Она была парикмахером? Да. У меня всегда был талант. Может, от нее получила. Какой она была? Она была ужасной. Да, глаз. Я прятался за диваном, когда она приходила. У тебя ее глаза. Нет! Перестань. Она же здесь. Пусть хотя бы займется туалетом. Некоторые разводы говна там еще со времен Липа. Она не должна работать. Ты не обязана работать. Но я люблю работать. Такая женщина мне по душе. Те, кто сидят на пособиях, не понимают людей вроде нас. Чем же мне заниматься? Чем угодно. Может, лучше... Ну, не знаю. Присядешь? Сюда. Ты не обязана спрашивать разрешения. Садись куда угодно. Выбор за тобой. Не сюда! Да, смейся. Она твою комнату займет. Чем дальше, тем лучше. Ты ночуешь с Эйденом. Завтра забери деньги. Глория! Что ты делаешь? Слушай, я не хочу спорить. Она явно в тебе нуждается. Но я... Я видеть ее не могу. Поэтому я поступлю как хорошая сестра. Тебе нужна пара дней. Я их дам. Но я не могу тут находиться. Глория, я понимаю, как тебе тяжко. Но ей тоже непросто. Сама подумай. Она видит тебя, видит то, что потеряла. Она меня не потеряла. Она меня отдала. Она отдала меня и оставила тебя. Тебя! Тебя! Ладно. Я понимаю, каково тебе. Но поверь, она всегда жалела. Что? Она не говорит о тебе или о случившемся. Но она жалела. Останься, ладно? Это может быть к лучшему. Для всех нас. Люди целыми днями говорят одно, а имеют в виду другое. Подлинное значение, скрытое значение раскрывается тем, как они говорят. В лице человека более 50 мышц. И каждая таит секреты. Узнайте эти секреты и будете мудры. Я иду в душ, чтобы подрочиться. Да. Погоди, что ты сказала? Присмотри за ребенком, пока я в душе. Проснись. Она пропала. Кто? А ты как думаешь? Рабыня Барби. Мне придется осмотреть весь дом, чтобы понять, что пропало. Парисида так бы не поступила. Незнакомка, уговорившая тебе отдать три штуки? Да, я, наверное, зря переживаю. Это не она. Иди, найди ее, пока мы не оказались в рабстве, пытаясь расплатиться. Келли. Келли. Сегодня не работаешь, Фрэнк? Нет. Заврестовка, солидарность. Профсоюз работников фастфуда поддерживает, не знаю, учителей, медсестер, кого-то из них хуй знает. Как дела, Билли? Как там ребенок? Тебя стерилизовать нужно, тупица. Билли, нахер. Ты меня не видел. Где она? Сказала же, прекрати. Ты тут не работаешь. Работаю. Опересида. Слава Богу. Ты ее знаешь? Конечно, знает. Он мой господин. Чего? Слушайте, если это какие-то эротические игры... Я ее не господин. Я не ее господин. Я куча и жареные крысы. Идем. Это моя тряпка. Чего? Я принесла тряпку. Я сообщу Фрэнку, что он должен прийти. Почему никто не хочет, чтобы я работала? Зачем ты меня купил? Я тебя не купил. Точнее, купил. Но это не важно. Прости, Аппорисида. Понимаешь, это все Келли. Келли? Мне тяжко. Очень тяжко. Я вынужден попросить тебя... Ты что делаешь? Все хорошо? Нет, прекрати. Ты что делаешь? Я собирался попросить тебя вернуться со мной. Со мной вернуться. Он так делал. Мужчина в доме! Соси хуй! Ты не должна сейчас об этом переживать. Есть забота поважнее. Твое посвящение – лучший день в моей жизни. У меня сейчас просто перерыв. Обещаешь? Я тебе когда-нибудь врал. Да ладно. Кажется, я даже не завтракала. Такого нельзя допустить. Нет, слушайте. Давайте пойдем в паб. Поедим там. Я угощаю. Да, ладно. Я не могу ее вернуть. Она так настрадалась. Я сожалею. Правда. Я придумаю, как с тобой расплатиться. Я знала, что банкам нельзя доверять. Чего? Прошу прощения. Деньги не были твоими. Нет, формально нет. Тогда это вы меня купили. Да, пожалуй. Погоди, Аппорисида. Абракадабра. Трудновато выговорить. Можно называть тебя Брэндой? Да, конечно. Идем, Брэндой, я покажу тебе кухню. Что на вас нашло? Что на меня нашло? Это мне интересно, почему ты сидишь весь день сложа руки и ни хера не делаешь. Вставай! Четыре ебучих дня! Никаких оправданий! Мой! Сейчас же! Не могу! Почему? У меня... У меня проблемы. Какие проблемы? Я нашла опухоль. Наверное, это ерунда. Тебе нужно ее проверить. Да, проверю. Собираюсь. У меня прием. Вечером. Осторожнее. Не только тупой, но и слепой. Тут пицца. Не знаю, чего ты от меня ждешь. Я считаю, что она помогла нам вылезти из этого дерьма. Она живет в борделе. Да, твоя подружка в нем работает, помнишь? Это другое дело. То есть для меня это годится, но не для твоей португальской принцессы. У нее не было выбора. Ни тогда, ни сейчас. Я не могу сдаться. Марти, это Лиллиан. Хоть она и невообразимо глупа, но она, как никто другой, заботится о бездомных и дворняшках. Поверь мне, это единственное место, где ее не будут эксплуатировать. Как делишки? Иди разберись с засором в унитазе. Ты меня знаешь. Я предпочитаю сесси, хотя я предпочел бы жирный хер. Успокойся ты. Если все еще дуешься из-за проигрыша в покер, мы дадим тебе шанс отыграться сегодня днем. Ну, знаешь, давай. Ну, пожалуй, я этого еще не говорила, но я соболезную. По поводу мужа. Спасибо. Так что можешь жить у нас, сколько необходимо. Мама. Мама. Мы можем тебе помочь. Мы можем обратиться в совет или договориться насчет жилья. Думаешь, я нищая? Дом сказал, что твои пасынки. Да, места полидора. Но мне досталась неплохая сумма. Он в курсе. Осталось ее получить. И мы оба уедем. Оба ему не особо полезно жить здесь. С тобой. Нет, я выведу его на путь истины. Как обычно, как бы он с него не сбивался. Что ж удачи в этом. Признай, она готовит отличный чай. Мы заберем ее назад. Прости, я не могу ее отдать. Я заплачу. Невероятно. Теперь ты хочешь взять ее в аренду? На какие деньги? Я могу поработать за нее. Чтобы вы ей не поручили, я это сделаю. Брэнда! Мадам. Мадам. Чудесно, да? У тебя при себе список заданий, что я дала. Спасибо. Дай посмотрю. Так, а знаешь, трудись сколько угодно. Вот так. Давай дальше. Да, да. Ох, 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 ох. Всего мыла в мире не хватит. Есть отбеливатель. Ты смешной. Ты не обязана этого делать. Но я вызвался. По своему выбору. Это был мой выбор. Вот что нас отличает. Когда ты в последний раз что-либо за себя решала? А что мне решать? У меня есть все. У тебя нет ничего. У меня есть жилье, есть еда. Что еще нужно? Все. Гулянки, вечеринки, тусовки, ошибки, спонтанные и глупые поступки, пьянство и танцы на столе. Просто полная упоротость. Что угодно. Лишь бы по твоему желанию, а не по приказу. Не особо приятная перспектива. Ты не пробовала так жить. Ты считаешь подобное нормальным, потому что была вынуждена так мыслить. Меня никто не заставляет так думать. Я просто так думаю. Лишь ты заставляешь меня измениться. Ты не хочешь быть свободной? Ты хочешь? Ты живешь с Фрэнком в его доме. Келли работает здесь. Мужчины дают ей деньги. Это другое дело. Почему? Она может прекратить. А почему продолжает? Не знаю. Она не хочет. Это другое дело. Почему ты не понимаешь? Для начала, ее не заставляют носить такое платье и отзываться на имя Бренда. Ладно, иногда заставляют. Но она все равно сама выбирает эту жизнь. Так почему ты не даешь мне выбрать свою? Так, она мне нужна. Анальные шарики сами по себе не распутаются. Идем. Горя! Где она? Я попросил ее сходить в магазин. Купить тебе сладостей? Нет. Тебя не было тут, когда я... Ты не думал, что она скажет мне, что она не бездомная, и что вы собираетесь вместе уехать? Господи, Доминик. Твои слова. Она жалела. Я сидела там, пыталась до нее достучаться. А ты все выдумал. Для чего? Чтобы ты... не бросила меня с ней. Что? Я так не могу. Когда она нашла нового мужа, я с облегчением выдохнул. Но теперь у нее только я, или она так думает. А у меня только она. Человек, сдувающий из тебя полевики, который даст тебе что угодно, не задавая вопросов. Пока роли не меняются, как всегда. А что потом? Она постареет. Ей потребуется уход, поэтому она захочет... Ты же не всерьез мне говоришь. Все это. Ты хочешь, чтобы я привязалась к женщине, которая меня отвергла, потому что боишься взрослых подгузников и пластиковых простыней? Боже, что я должен сказать. Я не могу отвечать за других. Я за себя едва отвечаю. Я хочу. Я хочу остаться здесь. С тобой. Ну, что тут сказать, парни, вас слишком легко прочитать. Как-то пицца это провернул. Ничего себе. Все равно он паршив отец для моей сестренки. Тупой жулик, да еще и мамоеб. Я же сказала, что возьму такси. Нужно дать тебе должное. Не глупи. Отъебись. Я же вас победил. Отъебитесь все. Что это с ним? Плохой из него победитель. Шейн, ты должен подвести Руби. Ладно. Конечно. Ты ему сказала? Я же пообещала, мы все тебя поддержим. В какой груди? Господи. Слушай, не надо, не желаю слышать. Ты его изменила. Ты во всем виновата. Ты думал. Тебе это сойдет с рук? Я виновата. До общения с тобой он так не разговаривал. Да. Он был таким хорошим мальчиком. Ты вечно ему это твердила. Он избранный. Тот, кого оставила мама. Он все еще так считает. И люди воспринимают его соответственно. Но он не может поддерживать отношения. Не может остепениться, раскрыться. Я его не виню. Мне пришлось ухаживать за своей старушкой. Он это видел. Он видел, как она со мной обращалась. Даже сейчас найдешь для него оправдание. И ты тоже. У нас есть нечто общее. Почему он, а не я? Я тебя не любила. Прости. Я знаю, что ты не этого ответа хотела. Но это правда. Я взяла тебя за руки. Между нами должна была быть связь. Материнский инстинкт. Но он не появился. Я этого хотела. Я ждала. Прижимала тебя к груди. Стремилась что-нибудь ощутить. Что угодно. Но нет. Возможно, дело в глазах. Ты и правда очень на нее похожа. Видимо, все матери оставляют шрамы. Не бойся. Думаю, он вскоре явится на воскресный обед. И ты сможешь притвориться, что ничего этого не было. Это тоже нас объединяет. Не знаю, что бы я без нее делала. Самая выгодная покупка. Можешь одолжить мне пару фунтов? Джексон, это Бренда. Бренда – рабыня Лилен. Что? Ладно, теперь даже я начинаю сомневаться в моральности этого поступка. Я знаю, что я не самый умный. Я думал, что слова людей говорят об этом. Но оказалось, что они думают, что я неудачник. Плохой муж, отец, человек. Может, когда ты вырастешь, тобой будет то же самое. Чушь, отец. Что? Не важно, что думают другие. Главное, что думаешь ты. Но они смеялись надо мной. И что? Тебя могут считать кретином или Эйнштейном. Ты не можешь их контролировать. Да и зачем? Дай мой сок. Но карты. Я победил. Это была удача. Он тебя недооценил. Ожидаемо. Но я читаю людей. Правда? Как сама сейчас? Да. Я ребенок. У меня нет языка тела. Я ем, сплю и всех очаровываю. Ты проецируешь на меня свои мысли. Нет никакой магии. Лишь ты. И если тебя это успокоит, сейчас ты лучший отец в мире. А теперь, если не возражаешь, разберись с огромной какашкой в моих подвозниках. Да ну, веселее, старик. Слушай, если ты все еще хочешь купить трабыню, у меня дома есть колясочница. Могу отдать со скидкой. И два использованных. Марти, ты сделал все возможное. Марти. 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 Ау. Эй, ау. Мы живем в мире. Мы. Мы. Мы живем в мире, где жизнь так дешево ценится, что продают и покупают даже людей, людей вроде этой женщины. Ты чего? Я счастлива. Ее привезли в эту страну. Мартин Лютер Кинг из тебя так себе, но он старается, дайте поблажку. Ей обещали другую жизнь. Все хорошо. У меня прекрасная жизнь. Но вместо этого ее продавали и перепродавали, как мебель. Это он купил ее. Лиллиан, прошу, поступи правильно. Дай бедняшке свободу. Ну, оставь ей наряд. Нет, нет, не надо. Прошу. Ладно, ты свободна. Что? Глазам своим не верю. Нормально вышло? Нормально? Потрясающе. Нужно составить график платежей. Я тоже однажды ее нашел. Опухоль. Не на сиськи, а на яички. Оказалось, что это потовая железа. Врач по-быстрому сжал и вылетела желтая хрень. Говорю тебе, все будет нормально. Теперь я спокойна, Шейн. Спасибо. А в какой нам больницу? Нам... У тебя же есть карточка? Да. Просто... Точно не хочешь, чтобы я зашел с тобой? Нет, 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 справлюсь. Нужно лишь найти карточку. Сент-Тетчерс? Да, точно. Сент-Тетчерс. Сент-Тетчерс. Прочае. Да, пожалуйста. Ногти? Сраные ногти? Да, это глупо. Не знаю, зачем я это сказала. Но после этого пути назад не было. Я сказал тебе о своём яйце. Я тебя не просила. Тебе всё, крышка. Прошу, не говори мне. Мама готова терпеть много херни. Но ты соврала о том, что у тебя рак. Чтобы не пришлось мыть посуду. Ебануться. Что ты делаешь? Я отработаю твоё молчание. Я знаю, что ты меня хочешь. Сохранишь мой секрет, я сохраню наш. Без понятия, что ты делаешь. Ты мне не нравишься. Ты моя кузина. А мне так не кажется. Что ты делаешь? Заебись. Пошёл нахер. Всё, тебе хватит. Не указывай мне, что делать. Больше мне никто не выказать. Я свободна. Слезай. Сейчас же. Всё, вон. Вон. У меня она себя так не вела. Да, блядь. Да, блядь. Идём. Апелисида. Сфотовая железа? Да. Ну и слава богу. Значит, ты теперь можешь выбыть посуду? Она только что пережила рак. Нашёл? Везде побывал. Ну? Это же хорошо. Теперь ты снова свободна. Не физически, но в принципе. И тебя могут не депортировать. Однажды я вернусь. И отдам тебе свободу. Посмотрим, каково тебе будет. Я сказал, что альтруизм не приносит выгоды. Но при этом мы получаем особое чувство от осознания того, что мы поступили правильно. Когда пощадили паука или дали бродяге мелочь, даже если потом нечем заплатить за туалет, это приятно. Шейн. И это стоит небольшого влажного участка на трусах. Нужно всегда стараться поступить правильно. По крайней мере, я так считаю. Чёрт. Ведь представьте альтернативу. Представьте, что вы ощутите, когда поймёте, что вы однозначно поступили плохо. Это гнетущее, тошнотворное, выворачивающее желудок чувства. Ведь вы не можете вернуться в прошлое и всё исправить. Я взяла заём. 1300 фунтов девять недель назад. Сколько теперь должно? Пять штук. Вы пытаетесь завести ещё одного? Я в последнее время вдвойне стараюсь. Если повезёт, будет классно. У нас один день. Чтобы найти пять штук, постарайся не переживать. Думай о ребёнке. Не возвращайтесь с пустыми руками. Это для розыгрыша мяса? Она должна быть в виде пусков в морозильнике. Он мой? Я должен знать, как ты поступишь. Так, вроде всё, кроме последнего задания. Не могу разобрать почерк. Кажется, там написано «Эпиляция». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...